Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Хастл Кастл. Ага, Аврора у меня родила ребенка, понятно, она у меня как мать-плодочница, только и рожает детей. Ну что же, так, а, я не могу, да, взять, а нет, вырос, вырос, Маратушка, хорошо. Так, ну что же, давайте, наверное, с вами заберем у ребят по уровню. Так, девятнадцатый и двадцать пятый, ммм, краса уже двадцать пятый уровень, это хорошо, это радует. Так, магия через двадцать девять минут только закончится у меня готовиться. Так, что тут можно, давайте глянем, что здесь у меня. А, друзья прислали мне подарок, ну что же, спасибо им, и я, наверное, тоже отправлю. Так, начнем. Ну что же, ребята, отправил я вам всем подарки, спасибо всем, кто присылает их мне, я в них очень нуждаюсь. Ну а теперь предлагаю вам сходить на карту и разведать, что там да как, кто там у нас сидит, какие враги, давайте, в общем, глянем. Так, ну что, гиблый край, да? Так, сир у нас тут какой-то. Ну, конечно, мы добавляем магию и сразу же делаем вместо нее новую. Так, один и два, готово. Так, давайте-ка глянем, что это за сир. Ну что же, я могу сказать, ребята, сейчас я заберу своих солдат и мы проучим этого сира. Так, можно, в принципе, глянуть было бы Даниила, но да зачем, не будем терять времени. Так, манна тут немножко у меня накопилась. Так, что тут еще? Ну, яблочки. Эти все тут пилят у меня, да? Сколько мне до следующего уровня? Ух, 200 тысяч, это много. Это слишком много для меня. А здесь тоже 200 тысяч. Ядрите его на корень, а? Оружейное. 750 штук. 270. Ёлки-ты-палки. 90. И я так понимаю, здесь уже ничего не осталось из дешевого, чего бы я мог купить. Точнее, апгрейдить. Да, печалька, ребята, конечно. Ну, да ладно. Так, красава, возвращайся. Ты иди, продвигайся дальше. И нашего лукаря. Иди-ка сюда, красавчик. Так, давайте посмотрим, что у меня выпадет из сундуков. Ага. Деньги, еда и бревна. А в этом еда, деньги и бревна. Ну, что же, тоже неплохо. Жаль, конечно, что я пока не могу бревна никуда приспособить. Но пускай копятся. Лишними они не будут. А теперь давайте, ребята, накажем этого сира. Сколько там с него я что-то пропустил, мы получим. Ну, ладно, сейчас мы увидим все сами. Ну, что-то ты, Сир, сплоховал. Зачем же ты? Хотя маг у тебя такой неплохой был. Был, вот именно что был. А так, ну да. В двух войнах 7000 мощей. Это довольно-таки, я считаю, неплохо. И то, смотрите, как я выжил. Буквально на подсосе. 19000 я с него поймел. Это очень даже хорошо. Так, ладно. Идите-ка у меня, наверное, лечиться. Маленечко подлечиться пускай. И, наверное, с вами, ребята, продолжим шуршать карту. О, триумфатор. Заработал я и получил алмазики. 114 алмазов у меня. Ну, это уже хорошо, прилично. Да, как же все-таки они долго восстанавливаются, а? Так, что мы тут можем пока сделать? Ну, в принципе, ничего абсолютно. Только если ждать. Хотя мы можем посмотреть пока по карте. Например, вот этого Данила. Порасмотреть, что он из себя представляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 14500 мощей. Это очень серьезный такой замах. Так, а вот тут Хедра. Ну, я назову ее Гидра. Давайте глянем, что у нее. Ой, Гидрулечка. Вот, это первый конкурент сейчас на получение люлей, так скажем. Так, восстановились? Так, ну маг восстановился. А эти еще... Эти еще хромые. Да, ребята, чем больше мощей и жизней, тем дольше они восстанавливаются. Есть единственный только вариант. Это улучшать больничку. Так. Ух ты. Дух льва. От 4 до 8 процентов. Ну что же, неплохо. Почти 8 часов будет готовиться. Ну да ладно, нас это не пугает. Так, а здесь... Здесь нам ничего не катит. И здесь не катит. Хотя скоро уже практически будет 90 тысяч. Без малого 6,5 кусков. Так, давай, краса, возвращайся. А ты давай дохиливайся. Как один из моих подписчиков написал. Рэй, ты лучше купи себе строителя еще одного. Не мучай, как говорится, ни себя, ни зрителя. Вот я и думаю, что, наверное, в скором времени мне придется купить еще одного строителя. Чтобы постройки шли быстрее. Иначе, как вы видите сами, по 7-8 часов. А там дальше будет и по суткам, и по двое, и по трое. А два строителя будут это делать в два раза быстрее. Так, ну что. Пока тут идет улучшение у нас. А здесь нужно... Ага, магическую мастерскую улучшить. Ну, пока нам это не к спеху, в принципе. Так, ребята, отхилились. Наверное, пора навестить. Навестить? Я уже забыл. Ага, гидра. Вот она. Давайте ее немножечко накажем. Пускай ей будет это уроком. Да, быстренько мы ее, конечно, сейчас разберем. Хотя у ворота ее неплохой. Но это ее не спасает. И она падает. И получаем мы 22 тысячи. Что же, это очень даже очень неплохо. Можно так сказать, средний результат. Так, давайте сразу улучшим. Пускай у нас питание будет, как говорится, больше. Оно нам всегда нужно для поединков, для драк, ну и для всего прочего. Так, что тут у нас? Да тут у нас ничего. Тронный зал. Так, ну что, давайте еще глянем, кого тут у нас Артизи. Ну-ка, посмотрим на тебя, Артизи. Так, ну что, в принципе, такой же, как и я. Но видите, в чем дело, что он стоит в башне. Соответственно, у него есть передо мной преимущество. А здесь у нас кто? Олиговоры. Олиговоры, ничего себе. Фиг выговоришь. Ну-ка, посмотрим. Ну, вот Олиговоры, наверное, уже попал. Я так понимаю. Так, давайте глянем, что он тут из себя представляет. Так, ну, танк у него, сразу говорю, слабый был. Не говоря уже о лучнике, ну, Арбалетчик тоже. Такой, средней просолки. И еще 22 тысячи мы получаем. Нормально. Уже 37 кусков мы насобирали. Конечно, на глобальные постройки это очень мало. Но на какие-нибудь маленькие нужды это очень даже ничего. Так, лаборатория. 500 штук. И древесина 125 тысяч. Да, древесина, кстати, нужна. Будет скоро очень даже. Как нужна. Надо будет что-то с этим придумывать. А нам нужно будет как-то отстроить сарай. Где она будет копиться у нас. Да. Так, иди возвращайся. Ты подлечись маленько. Так, Марат, ты когда у меня там подрастешь-то, а? Как бы увидеть-то твои данные нельзя по ходу дела. Так, ну что, давайте, ребятушки, наверное, разбирать хлам. Вы посоветовали, и я так и делаю. Ну, я на самом деле давно и сам хотел это все почистить. Потому что инвентарь у меня, сами видели, как засран. По полной программе. Я уже даже путаться начинаю. Где какая броня, что значит. А сейчас будет немножечко получше все. Так, мы, как вы видите, разбираем обычный шмот полы. Поэтому получаем обычные кристаллы. А за обычные кристаллы мы сможем крафтить только обычные вещи. Так что я думаю, что особого смысла в этих кристаллах нет. И, по-моему, их нельзя не продать ничего. Только для крафта они идут. Хотя зеленые, вроде бы, это как бы необычные все-таки. Так, вот это редкая была броня. Зеленая, я не помню, по-моему, тоже как бы редкая. Или необычная, да. Она называется необычная, а синяя называется редкая. Вот так будет точнее. Так, ну что, вроде бы пока и все. Ну, можно, в принципе, веточку, наверное, одну раздеребать. А, лук. Лук, он мне тоже не нужен. Слишком хилый. Этот пригодится. Так. Нет, наверное, пока не буду трогать сферы эти. Мало ли что. А вот веточку бы, наверное, и хотелось бы мне разобрать. Она меня глаза мозолит. Так. Так, 15 уровень броня. Так, ну-ка. Даже не знаю. Вроде бы и надо, и побаиваюсь. Но все-таки разбирать буду. Так, меч и веточку эту. Черт, твоей бабушки ее. Так, ну что. На этом, наверное, пока мы и прекратим тут разбирать все. Все-таки у нас будут еще люди прибывать, расти. И их надо будет во что-то девать. Ммм, получили награду. 2000 золотых и плюс один кристаллик. Ну что же, неплохо, неплохо. Сейчас я это, правда, брать не буду, потому что скоро ухожу. И не хочу, чтобы эти деньги достались моим врагам. А вот кристаллики с удовольствием заберу. Так, рецепт успеха. Ежедневные приключения. Воскрешение. Путь к победе, кстати, скоро уже получу. Даже, может быть, прямо сейчас. Так, мы не отхилились. Возвращаемся и идем с вами, ребята, на карту. Так, где у меня там? Сэм вроде бы, да? Или не Сэм? Нет, это был не Сэм. Что-то я попутал немножко. А кто же это у нас тогда был-то, а? Черт, запамятовал. Даниил, что ли? Нет, нет, нет. Конечно же не он. Ёлки-палки. Так. Может быть, этот? Ну что же, в принципе, можно и этого разобрать. Ух ты, какой у него хороший посох, а? Блин, я себе такой же хочу. Ну, по крайней мере, выглядит он неплохо. Так, ну все, пока. Как тебя там звать? Кахус? Так, ничего себе, 45 тысяч я с него поймел. Вот это здорово. Это, я даже скажу, просто великолепно. Так, иди лечись. И, наверное, ты иди тоже подлечись. Хотя у тебя жизнь и так нормально, но все-таки... Для моего спокойствия тебе лучше отдохнуть. Так, давайте-ка еще тут посмотрим. Душа. Там еще. Опачки. Вот так вот. Иоанн. Вестислав. Это у меня следующие конкуренты будут. На вылет. Так, ну что они там, подлечились, нет? Ну, этот-то подлечился. А вот краса... Краса, конечно, очень долго и нудно лечится. Меня это немножко начинает нервировать. Так, можно улучшить? Ага, можно улучшить, ребята. И, блин, я совсем забыл, что здесь у меня где. А что, разве при исследовании нельзя развивать? Ай, у меня же, ребята, наверху строится этот... Как он называется-то? Ну, короче, амбар, где хранятся продукты питания. А нам еще тут 5 часов ждать. Поэтому я не смогу сейчас улучшить свой госпиталь. Ладно, фиг с ним. Времени у нас дофига, ребята. Давайте, наверное, вскрывать потихонечку сундуки. Не могу я вытерпеть. Так, получили деньги. Так, а что здесь у нас? Ага, награду получили. Сундучок. Так, одержите победу над другим игроком. Это я с удовольствием. Но сначала мы вскроем сундучок. И, опачки, добыча ресурсов сейчас 310. Это у меня мои алхимики. Где алхимики? Ну-ка, иди-ка сюда, родной. Вот, у тебя ничего нет. Ты пустой. Так, ну-ка, носи. Ядрить тебя на корень, а? Седьмого уровня должен быть. Ну-ка, у тебя. Так, у тебя восьмой. Тебе как раз подойдет. На, носи. Ну, а твою подвеску я передам твоему напарнику. Пускай носит. Он как раз по уровню должен ее осилить. Да, он ее осилит, потому что она первого уровня. Ну что же, вроде бы пока с подвесками мы разобрались. Так, забрали весь хлам. Ага, все, красава у меня выздоровела. И мы, ребята, отправляемся с вами на карту. Если не ошибаюсь, это в раскаленной тверде у нас, да? Так. Или нет? А, да-да-да-да. Ну что же, давайте его разберем. По-быстренькому, надеюсь. И пойдем с вами далее. Ого. 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 Эй-эй-эй-эй. Потише, потише, братишка. Разогнался, я смотрю, ты слишком. Собака на дорожку все-таки. Воскресил его. 31 тысячу мы снимаем. Да, что-то с деньгами пока фартит. И это хорошо, я уже 124 тысячи накопил. Блин, вот так бы всегда, ребята, а? Вот так бы всегда. И не было бы тогда никаких у меня проблем. Так, забираю наградочку. Так, тут с магами, да? Магов пока нету. Так, стрелков, магов, в общем, всякую дрибу день. Так, монетный двор. Так, мастерскую магическую, да? Могу улучшить? Могу. Подождите, а разве она улучшится? У меня же постройка идет. Наверное, что-то заливают здесь они. Ладно, давайте откроем сундук, глянем. Обожаю открывать сундуки и смотреть, что у них выпадает. Опачки! Это что еще за фитилек? Так, ага, это же опять моим алхимикам. Что-то сегодня день какой-то для алхимиков фартовый. Какой лук? Какой лук? Вот что тебе надо. Блин! Ну как вот так вот может быть, а, ребят? Ну это просто засада. Ну а ты... Так, что у тебя? На-ка, носи. Отлично. Итого получается у нас 1110 манны в час. Это довольно неплохо. Так, собираем всю эту трихомудию. Так, краса у меня, по-моему, вылечилась, да? Давайте-ка глянем. Душа. А, ну да, надо добавить магию. Все время забываю. Блин, почему она автоматически не расставляется, а? Так, давайте теперь глянем душу. Опа-на. Это, ребятушки, Пападос называется. Так, забираем быстренько свою красу и начинаем потихоньку бомбить. Почему потихоньку? По-крупному, я бы так сказал. Так. Прибежала. Все, давайте, ребятушки, сейчас по-быренькому душу раскатаем. Снимем с нее бабуленьки. Давай, идите сюда. Ой-ой-ой, какой у тебя воин-то ватный все-таки, а? Непорядок, непорядок. Блин, откуда у них такие посохи, а, красивые? Блин, что-то мне этот бой напоминает предыдущий. Так, ну что же, 20 тысяч почти сняли. Итого у меня, наверное, 150 уже, да, будет? А, ну 144 тысячи, тоже неплохо. Забрали 50 алмазиков, что очень радует. А ну-ка, можно завершить? 120. Давайте сделаем вот так вот. Ох, ребята! Поздравляю нас всех с 17 уровнем замка. Это же великолепно. 17 уровень. И давайте, наверное, здесь улучшим. Да е-мое, а! Сначала завершите производство заклинания. Это получается, что мне нужно снять туман, магию, которая у меня сейчас производится. Так ведь? Так, а что здесь у нас? Луки. Эпические предметы. Станут доступны. Кстати, ребята, видите, рецепты станут доступны в одном из ближайших обновлений. То бишь, игра будет обновляться. И это очень-очень радует. Я вам сразу скажу, что здесь должны быть еще добавиться ПВП арены, где игроки могут мериться своими силами, короче, своими отрядами. Вот. За что получать довольно неплохие ресурсы и свитки. Так. Ну что же. Почти 6 часов у нас будет все это делаться. И, кстати, да, будут еще здесь, ребята, подземелья. Так. Так. Это мы все забираем. Все это забираем. Так. Ну что. У нас 150 тысяч. Эх, чуточку не хватает. Чуточку. Буквально 50 тысяч. Ну, для меня это уже чуточка. Так. Здесь тоже не хватает. Ну, хоть что-нибудь я могу поставить на улучшение, а? Хоть что-нибудь. Так. Ну что же. Ладно. Давайте. Блин, этот жаркий пепел. Я не знаю, как его пройти. Ага. Сэм. Нет. Сэм, по-моему, уж слишком мощный для нас. Да, да. Тут даже говорить не о чем. Кстати, на него никогда не нападает. Вон, смотрю, все развивается, развивается втихаря. Скоро будет тут великаном. А, вот. Артизи, по-моему, если не ошибаюсь. Черт подери. По-моему, он был с двумя воинами. Ну, ладно. Давайте-ка раскатаем. Попробуй, по крайней мере, раскатать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, по-моему, это была большая ошибка с моей стороны. Хотя, хотя, хотя. Хотя нет, ребятушки. Раскатаем мы его все-таки. Как правильно сказал один из моих подписчиков. Ты не смотри на мощь. Ты смотри на параметры игроков. Ну, на параметры воинов. То бишь, на броню. Что они одеты. Да, надо будет к этому прислушаться. И в следующий раз делать именно так. Так, возвращайся. Подхиливайтесь. Так, ну что? Что у нас здесь пока можно сделать? Пока, в принципе, ничего. Они у нас отхиливаются. Это, естественно, занимает какое-то определенное количество времени. Так. Ага. Нет, я не хочу ничего ускорять. Да у меня и алмазов нету. Тут тоже беда. Блин, вот это бы, конечно, было бы неплохо, да? Эта вместимость плюс 5 человек я еще в замок могу к себе взять. Это если я увеличу эту комнату жилую. Было бы, конечно, неплохо. И, естественно, размножались бы они себе здесь спокойненько. Так, ну, казначей у нас все нормально. С ними как нельзя все лучше всех. Так, ну-ка, давайте-ка. Нет, Том, по-моему, это мощный. Черт, да? Вроде не так много игроков, а я забываю, где кто. А тут, в принципе, и запоминать не надо, ребята. Сейчас он с двумя воинами. Через секунду он может поставить всех солдат на место. И поэтому... Вот, видите? Видите, что происходит? Поэтому лучше на него не рыпаться. Так, а здесь у нас кто? Нет, только что смотрели. А здесь... Даниил. Нет, Даниила мы с вами уже три раза глядели. Больше я не хочу. Естественно, он там слишком мощный. Так, ну что, ребятушки мои, вылечились. Так, что можно было бы тебе, например, поставить вместо этого посоха, а? Может быть, топор? И будешь у меня воином, и бомбить всех. Ну, для этого, наверное, лучше, мне кажется, заменить арбалетчика какого-нибудь. Так. Что можно тебе поставить? Ножи, они слабенькие. Топор. Топор, в принципе, неплохо, но, опять же, не знаю. Броня нужна под него. Давай вот эту вот оденем тебе. И пока вроде бы все. Остальное все у нас получается слабеньким. Да? Да. И, наверное, ребята, я все-таки попробую рвануть на карту к боссу. Ну как, это не босс, это как бы жаркий пепел. А, да, это все-таки у нас босс. Получается, 14 тысяч мощей. В прошлый раз, как вы помните, у меня не получилось его разбить. Потому что он рванул у меня на магов. Попробуем в этот момент. В этот раз, точнее. Ну, смотри, что творит, а? Ну, не гад ли, а? С двух ударов он сносит моего арбалетчика. С двух ударов он сносит мага. Елки-палки. С трех ударов он валит пухлого. И только одна красава у меня стоит. Но таких воинов, как красава, у меня нету. Она у меня единственная в своем экземпляре. Дерьмо получилось, конечно. Как его бить, а? Ядрен батон. Чем этого гада завалить вообще можно? Просто валит моих магов-лучников, как семечки. Как шелуха. Да, ребята. И мне не увеличить казну до четвертого уровня. Ведь там потом будут очень огромные суммы денег на постройки. И нам просто так их не скопить. А если будет у нас большая казна, то это, в принципе, вполне реально. Так, оружейка. Ну, до оружейки мне, как до Китая, раком. Семьсот пятьдесят тысяч. Не слабо. Так, погреб. Погреб у меня улучшен. Так, что здесь? Ага. Давайте-ка, наверное, мы с вами мастерскую, может быть, улучшим. А, ребята? Смотрите. Дает две маги. Да что ж такое? А-а-а. Заклинание все надо убрать. Ну, ладно. Давайте, наверное, уберем с вами заклинание, которое изготавливаем сейчас. Так. Манна-то хоть возвращается? Возвращается. Это хорошо. Блин, куда я нажал? Ёлки-палки. Зачем я истратил тридцать кристалликов, а, ребят? Ладно, две минутки, я думаю, можно будет и подождать. Не буду я отменять. Так, а какого лешего они у меня тут стоят и машут своими ручонками? Вместо того, чтобы идти и лечиться. Так, ну-ка, дайте-ка глянем. Так, тип сооружений. Два. Так. Триста тысяч и семьдесят пять тысяч бревен нужно. Семьдесят пять тысяч бревен. Ух ты. Это у нас на третьем уровне. Это на четвертом. Это на пятом. Огромный сторожевой кракен поражает авангард вражеского отряда своими щупальцами. Сея смерть и панику в рядах врага. Слушайте, неплохо, да, ребят? Будет. Ёлки-палки. Ну, я представляю цену этого арсенала на шестом-то уровне. Даже пока и думать не хочу. Ух, аж передергиваю, блин. Только от одной мысли. Там, наверное, не сто, не семьсот тысяч, а за миллиард. Ой, за миллион, наверное, уже будет переваливать. Так, монетный двор, ремесленный цех. Подготовка плотника. Тут казначей. Плотники тоже нужны, древесники эти. Вот еще хочу, ребята, мастерскую брони. Это, я так понимаю, то же самое, что как у нас оружейка, только мы будем там делать броню. Так, а вот сарай у нас, хранилище дерева, столовка, колодец манны. Да, очень еще много нам с вами развивать, узнавать. 16 часов. О, лестница. Одна секунда делается. Вот это вот другое дело. Так, что у нас? Ой, ребят, я только сейчас заметил, что у нас еду, это проблемы оказываются. 9 тысяч, это буквально на один хороший бой или на два слабеньких. Да, как-то я это упустил, упустил из виду. Так, ну зато у нас с манной практически никаких проблем нет. Так, Яков, а что бы тебе можно было поставить? Да ничего. Блин, тебе бы, конечно, какую-нибудь пилу или молоток. Ты же у меня все-таки плотник. Ну, я не знаю, есть ли на них что-нибудь. Ну, вот, например, на алхимиках, сами видите, что все есть. Так, иди-ка сюда. Так, давайте мы сделаем вот так вот. Его сюда мы поместим, а этого туда. Пускай он лучше там. А этот мне пригодится здесь. От него больше толку будет. Потому что вы сами видели, да? Там есть такие статы вот сбоку. Восьмого уровня алхимик, там, двенадцатого уровня он боец, там, третьего уровня он повар. Ну, и так далее, и тому подобное. То бишь, по этим параметрам можно ориентироваться, куда, какому персонажу лучше идти. Так, ну что, вот смотрите. Так. Можно, да? Ну-ка. Есть. Так, полтора часа, ребята, нам ждать. Ну, это, я считаю, вообще недолго. Поэтому. Так, Яков, где твой костюмчик? Давай, одевай. Одевай. Так, и нужен тебе. Так, у меня, получается, он всего один, что ли? Один костюм на алхимика. Да? Единственный и неповторимый. Так, зато у меня кристаллы есть. Ой, это что такое? Ага, вот, прикол, да, ребята? Блин, крыса, ты задолбал мне там распространять какую-то чуму? Ага, все, мы ее победили. Это классно. Блин, как в Fallout Shelter, да? Помните, там тоже всякие выпрыгивают, выскакивают, там пожары. И они с этими недугами справляются. Нет, ну там, правда, они не сами. Там приходится им помогать. А здесь, как видите, они сами. Ну, по крайней мере, на данный момент. Может быть, дальше что-то и ухудшится. И придется уже вызывать там на подмогу. Но пока оно все происходит самостоятельно. Так, что? Где музыка в игре? Почему нет музыки? Почему так тихо? Так, 1 час 28 минут у нас на изготовление. Не знаю, на карту сходить, что ли, пока отрядик у меня полностью здоров. Обычное оружие. 210 в секунду. Прицепился я к этому посоху воскрешения. И хоть ты тресни. Посох даже лучше, чем арбалет у этого, а? Даже лучше, чем у обоих арбалеты. На тебе. И наденем тебе костюмчик. Ой-ой-ой-ой-ой. 27 уровня надо. Не катит. Не катит, конечно же. Так, 19-го. Угу. Ну что же, пускай он пока будет у нас так. Матвеюшка наш. Ему так даже очень идет. Ну что, ребята. На этом я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Как раз тут у нас все подготовится. Все будет нормально. Всем до скорого. Удачи. И пока, ребятушки. Субтитры сделал DimaTorzok